Сегодня довольно знаковое событие. У нас сегодня открытие еще одной юзер-группы, DDG, чему мы очень рады. Больше ивентов, больше классных тем, больше общения. Это всегда здорово. Делиться какими-то вообще моментами по поводу работы, не знаю, опытом и так далее. Это всегда здорово. Хочу сказать по поводу регламента. На сегодня ожидаю две темы, как вы заметили. В анонсе наверняка одна из них по поводу паттернов дизайна будет, как в андроиде, так и в джава в том числе. И вторая будет тема, как вы видите, Gradle. Да, хочу представить наших замечательных докладчиков. Это Костя Марс, сеньор девелопер в дата-арте. И еще один прекрасный наш спикер. Это Саша Хатерной, тоже девелопер в дата-арте. Я предоставляю сейчас слово Саше. Он начнет. Саша, пожалуйста, тебе слово. Один-два раз. Всем привет. Спасибо большое, что пришли. Хочу представить вашему вниманию доклад на тему Gradle. Меня зовут Александр Хуторной, как уже Лена сказала. Работаю андроид-разработчиком в компании DataArt. Все мы сталкиваемся с Gradle, как андроид-разработчики, каждый день. И не так много информации на эту тему появляется, как в интернет, так и на разных конференциях. Поэтому хочется немножко уделить этому внимание. Мы, как андроид-разработчики, зачастую пользуемся Gradle для того, чтобы прописать какие-то зависимости, прописать версию Android, ну, Flavors прописать какие-то. Но, тем не менее, команда Gradle предоставляет очень большое количество разного функционала. Мы же пользуемся небольшим количеством. Для того, чтобы как-то заполнить эту пустоту, умные люди пишут целые книги. Мы здесь весь функционал не сможем охватить, но сконцентрируемся на некоторых вещах. Предлагаю сначала рассмотреть какие-то основы, связанные с Gradle, для того, чтобы лучше понимать эту систему. Потом мы коснемся методов и способов, с помощью которых мы сможем увеличить производительность работы Gradle. И в конце мы рассмотрим практический пример, уже на базе имеющейся информации, каким образом можно будет повысить безопасность нашего приложения с помощью Gradle. Давайте начнем. Итак, здесь в основах Gradle предлагаю сконцентрироваться на таких основных... Рассмотрим основные аспекты какие. То есть, прежде всего, мы немножечко посмотрим, что такое Groovy, язык программирования. У нас Gradle работает на основе задач, построена его работа. Поэтому мы познакомимся, что такое задачи, с чем их едят. И необходимо будет объявить какие-то глобальные переменные, грубо говоря, в Gradle. Как это делается, это достаточно просто. Мы тоже кратко взглянем на эту часть. Итак, Groovy. Groovy, по сути, команда Gradle выбрала как основной язык разработки. Почему? Потому что, в первую очередь, он предоставляет все возможности ООП. Второе, что немаловажно, мы, как люди, программирующие на Java, нам, конечно же, гораздо проще прочитать Groovy, нежели какой-либо другой язык. Это тоже было важно. Это принимали во внимание разработчики Gradle. Кроме того, Groovy поддерживает явную, неявную типизацию. Сразу же поддерживает работу с коллекциями, поддерживает замыкания. И много всего интересного. Я думаю, что всего сразу не расскажешь. Так, что же касается самого Gradle. Хочется сразу сказать, что Gradle — это свободно распространяемый программный продукт. И как любой опенсорсный продукт, он отличается стремительным ростом. Чтобы это проиллюстрировать, мы текущие наши проекты обычно во второй версии Gradle. Если мы создаем новый проект сегодня в Android Studio, это уже третья версия Gradle. Ну, а в документации упоминается уже даже пятая. Вот. Сам по себе Gradle — это система сборки, которая позволяет из исходного кода, запуская различные инструменты, выполнить определенные манипуляции. Например, создать наш APK-файл, проверить его там на различные условия, запустить группу юнит-тестов, развернуть это все на Android-эмуляторе, либо же на девайсе. Всю эту последовательность выполняет Gradle. И помимо этого можно гибко управлять этой всей системой. Gradle обладает своим собственным DSL — Domain Specific Language. Есть языки, на которых можно писать что угодно. Грубо говоря, что угодно, для чего угодно. Есть же, выделили специальные языки для решения задач в узкой предметной области. И так как разработчики Gradle подметили, что задачи повторяющиеся, то решили создать свой язык, на котором бы типовые задачи можно было решить буквально в несколько строк кода. Сам Gradle писался на Groove, на Kotlin и на Java. Соответственно, эти языки тоже поддерживаются. На них можно писать свои собственные скрипты. Ну, конечно же, все мы сталкиваемся в первую очередь с мощной системой внешних зависимостей. То есть библиотечки мы прописываем как облачные, так и локально на диске. Система сборки построена на задачах. То есть у нас есть сценарий, который мы прописываем, к примеру, во Flavors. То ли это будет у нас дебажная версия, то ли это у нас будет для QA-команды версия, то ли релизная. Вот. Но это сценарий. Сценарий — это последовательность выполняемых задач. Вот как выглядит самая простейшая задача. То есть мы пишем ключевое слово task, название задачи, перенаправляем вот, и вот эта инструкция выполняется. Аналогичная форма записи, то есть то же самое, только немножечко по-другому. Ну, когда мы внутри задачи, мы просто объявляем блок do last и та же самая инструкция. То есть, как несложно догадаться, то вывод здесь будет в консоли вот такой, то есть наименование задачи и строка, которая внутри. Задач, когда мы работаем с Gradle, то нам, как правило, нужно вклиниться в систему работы, которая уже есть. Для того, чтобы это сделать, мы можем расширить функционал имеющейся задачи. То есть, например, уже выполняемую задачу hello мы пишем через точку do last. Это значит, что выполнится сначала задача hello, которая уже есть, и потом уже выполнится инструкция, которая указана здесь. Аналогичным образом можно расширить текущую задачу, только прописать инструкцию do first. Таким образом, до начала текущей задачи выполнится сначала инструкция, указанная задача в той hello, выполнится инструкция, которая здесь написана. Вот написано this is chaos. Так как восточные философы говорили о том, что весь проявленный мир был сотворен из хаоса, то я решил написать this is chaos, и, соответственно, наша задача будет иметь следующую последовательность. Сначала был хаос, потом наша любимая строчка hello world, которую мы все написали, и потом здравствуй, Земля. Да. Поехали дальше. Помимо этих инструкций, есть еще depends on. То есть мы раньше, на предыдущих слайдах мы рассматривали do first, do last. Мы можем написать свою задачу уже со своим именем, hello human, к примеру, и указываем инструкцию depends on. Это говорит нам о том, что сначала выполнится задача hello, то есть мы зависим от нее, и потом только будут выполняться уже те методы инструкции, которые находятся внутри нашей задачи. Поэтому вывод будет в консоль следующим. Как вы видите, сначала задача hello выводится, и все, что вы уже знаете, и потом наша новенькая hello human. Это слоник, который радуется. Помимо того, что просто последовательно выполняются строки в наших задачах, есть возможность указать тип задачи. По сути, указывая тип задачи, мы получаем доступ к какому-то функционалу, который несет этот тип. То есть, к примеру, может быть тип задачи копии, копирования. То есть, вне зависимости от того, в какой мы операционной системе находимся, будут выполняться именно инструкции по копированию. Точно так же мы можем запустить какие-то команды командного интерпретатора, создать там Java документацию, сархивировать что-то. Вообще, я насчитал порядка 45 типов задач в Gradle, поэтому, когда создается своя задача, можно туда заглянуть. Велика вероятность, что найдем то, что нам подойдет. Вот как используется тип. То есть, по сути, опять-таки, объявляем задачу. Здесь в круглых скобках мы просто говорим тип, указываем тип, и тогда у нас уже доступны такие методы, как from, из такого-то директория, в такой-то директории, включая файлы все PNG, все JPEG, но в то же время исключаем, что будет в имени содержать IC, и пустые директории нам тоже не нужны. То есть, все читаемо, все очень легко, как бы даже документацию смотреть не надо. Я говорил о том, что нужно объявлять, очень полезно объявлять свои какие-то переменные, которые будут доступны по ходу выполнения скриптов. Это делается довольно просто. Мы в build.gradle файле просто пишем scope.ext, и тогда и описываем свои переменные. В данном случае это пример неявной типизации, то есть, по сути, мы прописываем строки, а уже сам Gradle догадается, что с ними, как обращаться. Здесь, так же, как и в Java, конкатенация выполняется с помощью плюсика. Все читаемо достаточно легко. В задаче просто обращаемся к объявленным строкам и их пользуем. Вот, по базе это все. Теперь та тема, с которой мы сталкиваемся постоянной, каждый день в нашем работе, мы все время собираем наши проекты сотни раз, сотни, тысячи раз, порой за день. И понятное дело, что когда Gradle не быстро работает, это не может не расстраивать. Первый раз, когда разработчики раньше, когда не было Android Studio, все мы программировали на Eclipse, на IntelliJ IDEA, и там у нас был либо Maven, либо Ant, и, в общем, там никто не задумывался, что что-то может быть другое. Когда появилась Android Studio, это было очаровательно, появилось много различных инструментов, удобств, но, помимо этого, мы заметили, что каждый раз открываешь старый проект, Android Studio предлагает сразу же конвертировать его в какой-то Gradle. При этом проекты собираться стали дольше. Это не может не расстраивать, и здесь мы посмотрим о простых методах, которые могут повлиять на ускорение сборки наших проектов. На самом деле смешной слайд, потому что предлагается прямо в документации использовать свежее, актуальное программное обеспечение. Разработчики Android используют Android плагин для Gradle, так как проект Android, сборка Android приложений несколько отличается от Java, и они работают над тем, чтобы было больше функциональности, стабильности и, в нашем варианте, скорости. Поэтому рекомендуется, конечно же, использовать up-to-date программное обеспечение. Мы можем использовать, включить, выключать разные методы, которые влияют на скорость работы Gradle. Прежде всего, есть, хотелось бы упомянуть, режим в работе демона, то есть разработчики Gradle обратили внимание на то, что каждый раз перед сборкой проекта Gradle должен загрузиться, закончил, выгрузиться, загрузиться, выгрузиться. Это тоже занимает время, поэтому включили режим сервиса, сделали его доступным. И этот режим настолько оказался успешным, что уже в версии 3, в третьей версии Gradle, он включен по умолчанию. Тем же, кто пользуется второй версией Gradle, рекомендуется включить его вручную. Также можно включить режим параллельной сборки модулей. Конечно же, это ускоряет сборку проекта, но бывают конфликты в больших проектах, когда модули друг от друга зависят, и неправильно эта зависимость разруливается. Кроме того, можно включить режим работы офлайн. Каждый раз при сборке проекта делается запрос на актуальность ваших библиотек, ваших внешних зависимостей. Это тоже отнимает время, то есть если интернет медленный, это может растянуться. Все эти опции включаются из Android Studio. Их можно включить в Android Studio. То есть заходим в настройки, блок Build Execution Deployment, и здесь Gradle, Debugger, Compiler. Вы сможете найти эти функции. То же самое, конечно же, можно включить эти опции через сам Build Gradle файл. Они доступны, тогда станут сразу для всей команды. Хочется еще упомянуть о суперреактивной функции Instant Run, которую, конечно же, мы все знаем. Я ее даже здесь не написал. Почему? Потому что настолько противоречивая, что когда-то, как в каких-то случаях, она помогает очень быстро все делать. Но с другой стороны, некоторые изменения, просто их не видно. Приходится перезагружать проект. Это делается еще дольше, чем хотелось бы. Не всегда предсказуемо. Некоторые мои коллеги говорят о том, что я перейду на свежую версию Gradle только тогда, когда задеприкейтед Instant Run. Да. Как я уже говорил, можно некоторые опции прописать. Не все доступно, конечно же, из UI. Можно прописать напрямую в Build Gradle файл. Например, инкрементальную сборку DEX файлов. То есть, мы отказываемся от необходимости каждый раз пересобирать какие-то модули, если в них не было каких-то изменений. Также мы можем, если у нас много АЗУ, мы можем Gradle разрешить пользоваться большим количеством АЗУ. Для этого мы прописываем блок DEX options в Build Gradle файле и указываем incremental true, пишем, и выделяем памяти столько, сколько нам не жалко. Помимо этого, мы можем прописать инструкцию, с помощью которой Gradle не будет лишний раз компрессировать уже и так скомпрессированные файлы. Это все время. И если у нас большое количество картинок, которые уже так скомпрессированы, мы, Gradle просто будет их пропускать и ложить так, как есть. Аналогично с PNG файлами можно также поступить с нашими JPEG-ами, можно поступить с другими файлами, которые у нас находятся, уже являются скомпрессированными. Хорошо. Следующий раздел это шифрование файлов с помощью Gradle. Это пример из нашего рабочего проекта. Он работает. Получается, задача какая была? В конфиг-файле необходимо, мы прописывали, прописываем определенные бизнес-правила, по которым будет работать приложение. Они описаны в JSON-е, достаточно легко редактируются и, по сути, управляют логикой работы приложения. Понятное дело, что заказчик хотел бы их редактировать, на это влиять, но не хотел бы, чтобы обычный, любопытный пользователь распаковал нашего ПК и делал с ним, с этим файлом все что угодно. Конечно же, можно было бы эти файлы, конфиг-файлы, шифровать вручную, подбрасывать куда-то в TGS, потом компилятор это все собирает, но это, конечно же, неудобно. Поэтому мы решили, что этим может заняться Gradle и успешно реализовали эту задачку. Вот как мы посчитали, должна выглядеть последовательность рабочего процесса. То есть, в самом начале Gradle должен был бы создать бэкап конфиг-файла, который мы хотим зашифровать, потом он его шифрует, затем мы должны подождать какое-то время, прежде чем закончится сборка IPK-пакета. Когда IPK-пакет собран, то мы восстанавливаем оригинальный конфиг-файл. Затем уже во время работы приложения расшифровываем его и работаем с обычным JSON. как видно из схемы, одна часть работы происходит во время сборки приложения, то есть, ее выполняет Gradle. Вторая часть работы выполняется уже в Android, выполняется с помощью Java. Мы говорили про задачи, теперь хотелось бы упомянуть, где их можно найти. Те задачи, которые мы пишем, их можно найти, кликнув на в правом верхнем углу в среде разработки на ярлычок Gradle, мы увидим все задачи, которые выполняются в том-либо ином сценарии. В то же время, которые мы задачи напишем, мы их сможем найти в папочке Other. Дальше, следующая задача была, это в какой же момент времени, в какой задаче нам конкретно нужно подключиться, чтобы выполнить свой сценарий. В Android документации описаны уровни загрузки, расписаны схемы, но не было упоминания конкретных задач, какие задачи конкретно когда выполняются. Поэтому пришлось воспользоваться методом крестьянского научного тыка и определить какие же задачи выполняются. Но задача небольшая была сложность в том, что в зависимости от сценария, то ли это у нас IPK будет релизный, то ли это будет у нас IPK дебажный, задачи по имени немножко отличаются. Поэтому Gradle предоставляет функционал, когда перед запуском очередной задачи он предлагает для нашей работы на вход. Вот здесь к примеру TESC. Здесь мы анализируем имя задачи и я если смотрю, что имя задачи начинается на предебаг и заканчивается на build, то я выполняю перед тем, как выполнить эту задачу, я здесь depends on. То есть здесь получается, что сначала выполняется текущая задача и после этого выполняется уже моя задача. Если же имя задачи начинается на предебаг, заканчивается dependencies, то выполняется другая задача. Как выглядят эти задачи? То есть сейчас мы говорим об этапе, когда мы делаем backup и шифруем данные. То есть прежде всего смотрим на том, что обратите внимание, эта задача зависит от задачи backup config. то есть backup config тип копия. Мы просто копируем config файл, который находится в эссете в какой-то темп директории. Дальше возвращаемся сюда, создаем строку source, строку destination и выполняем метод encrypt файл, который уже производит все шифрование нашего config файла. Здесь мы код посмотрите похож на java вообще, как две капли воды. Отсутствует только точка с запятой. Здесь мы настраиваем Cypher протоколом AES, подбрасываем ключ, режим шифрования и получаем массив криптованных байт, который мы и отправляем по пути destination. Теперь нам нужно подождать, пока закончится сборка APK пакета и с следующей задачей мы просто восстанавливаем наш оригинальный config файл. Задача это крайне простая. Аналогично мы теперь уже из temp директории возвращаем в рабочий каталог assets наш config файл. С кодом все. Только по ходу написания этих задач с учетом обработки исключений ключа его длины накопилось порядка 70 строк кода, который бросается в глаза каждый раз, когда хочется добавить какую-то библиотеку. Понятное дело, этот весь код нужно выносить в отдельное место. К счастью, в версии Gradle 1.9 появилась возможность запускать скрипты из сторонних файлов. Поэтому просто прописав apply.from и имя файла, где уже где находится весь тот код, мы выносим весь код в соответствующий файл. Здесь уже метод в java. В принципе все выглядит аналогично. Мы аналогично настраиваем Cypher с тем же AES протоколом. даем ему ключик, режим дешифрования и дешифруем файл. На выходе получаем уже наш JSON, с которым мы продолжаем работать и радоваться. так. Итак, хотелось бы провести небольшую ретроспективу. Что мы в данном докладе, что мы узнали? Мы поговорили о том, что есть задачи и мы написали несколько задач, чтобы понять, на какой основе работает у нас Gradle. Мы теперь понимаем, что задачи у нас есть какие-то типы задач, и этих типов довольно много, поэтому, когда мы пишем какую-то свою задачу, можно заглянуть в список, и есть большая вероятность, что тип этот подойдет и нам, и мы сможем это использовать. Задачи запускаются в определенной последовательности, мы можем вклиниваться и подключаться к имеющимся задачам, таким образом расширяем и изменяем тот функционал, который у нас уже имеется в системе Gradle. Мы узнали, каким образом можно повлиять в лучшую сторону на скорость загрузки проекта и сборки проекта, и рассмотрели пример, как с помощью Gradle мы можем увеличить, понятное дело, в определенных юзкейсах, но мы можем увеличить безопасность нашего приложения. По данному докладу я пользовался информационными источниками, конечно же, это о Gradle, там написано много теории, как просто теории, так и много примеров там полезных, есть, которыми можно пользоваться. В документации по Android Gradle плагину много похожей информации, даже просто предложение в предложение взятое с основного мануала по Gradle, но также там описаны особенности именно работы сборки проекта под Android. Конечно же, это документация по Groove, примерчик истоков, 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 там аналогичный тоже пример был по шифрованию, и ссылка на протокол шифрования AES. Ну, у меня все, спасибо большое, хотел бы послушать, если у вас есть вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спрашивайте. Да, Саша, спасибо. да, действительно записывал. Там был такой момент с assets directory, вот там, где ты файл берешь. Вот вопрос, это стандартная какая-то директория, либо это константа, которую ты определял в файле? Нет, ну, в принципе, путь к assets directory я определял, то есть он у меня как раз находился в, то, что я рассказывал в ext переменные, глобальные переменные, я ее там описывал, где могут, где находится конкретно тот файл, и я к нему обращался, работал просто как со строкой. И то же самое stamp directory? Да, 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 да. Спасибо. А еще такой момент, ты использовал Cypher? Да. Это какой-то класс стандартный, либо это это в Groove стандартный класс, то есть в принципе ничего дополнительного я не подключал. И вот так вот прям можно писать, как в Groove кодом? настраиваешь, там чуть-чуть повозился с протоколами шифрования, чтобы оно там аналогично, вроде бы прописываешь одинаково, но в Java почему-то потом пишет, что неправильно подобранный протокол, ну, как бы, это мелочи. Спасибо. Такой вопрос, а вот там было упомянуто, что несколько языков Groove используется, кроме Java, да? Есть идея, что так, что на Java, все, наверное, не написано там внутри? Ну, вопрос хороший. Да, но я думаю, что, конечно же, это лучше ответят разработчики, ну, по большому счету, действительно, сам по себе синтаксис, он даже проще, чем Java, то есть он поддерживает там строгую, не строгую типизацию, к примеру, поэтому сразу же там лямбда выражения, поэтому не требуется каких-то там тяжеловесных там компиляторов и еще чего-то, то есть, ну, в принципе, я думаю, что из-за того, что он просто легче и быстрее выполняется. Может он на узкого профиля, что там какие-то задачи, нет, то они, они же создали по большому счету свой DSL на основании этого языка, то есть DSL это уже как раз более, еще сузили, так сказать, в рамки. Ну да, отсутствие точек запятой сразу Python вспоминается, так, о, спасибо большое. Вот еще хотел бы. А скажите, пожалуйста, можно ли, скажите, можно ли с помощью Gradle выкачать файл из сети и положить его, например, в папку SRC, ну, это бы Java класс какой-то? да, конечно, конечно, то есть это один из таких стандартных сценариев, когда, ну, либо же наоборот, то есть APK-шку, когда ты создаешь, ее можно определенным образом сразу мы проименовали и выложили там на какое-то, на какое-то облако, там прописали все параметры, аналогичным образом скачали что-то к себе недостающее и уже используем в сценарии каком-то сборке. Конечно, можно. Еще здесь, Лен. Я хотел поинтересоваться, вы там рассказывали про, ну, при ускорении сборки, эти параллельные, это сборка, это идет именно параллельная сборка модулей, или же таски параллельно выполняются? Не, 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 там идет параллельная сборка модулей, документация прописана, параллельная сборка модулей, одна только оговорка, что иногда при параллельной сборке, не припоследовании, при параллельной, там могут быть накладки и тогда, ну, вылетают ошибки при сборке. Но, в принципе, у меня такое не возникало. Gradle используется как CI? Gradle используется на CI. Да. Спасибо. Спасибо за доклад, Саша. Вопрос может быть немного банальный, но это специфика моей разработки по iOS. Такой вопрос. Есть ли возможность дебажить вот, Gradle код и что будет с таском, если упадет предыдущая таска, на которой она dependency? Ну, если упадет, то есть, в груве предоставляет возможность обработки исключений, поэтому тут зависит в первую очередь, каким образом построена таска. Если, если обрабатывается исключение, то, как бы, оно, все, все норм. Если же таска падает, следующая таска может выполняться, просто в консоли выводится, выводится информация о том, что вот такая-то таска зафейлилась и, ну, какие-то, какая-то дозначная информация, но минимальная. Придержать во время выполнения, как дебаггер андроидовский делает, этого нет. А еще по поводу модулей. Вы проводили какие-то, может быть, тесты, вот, как влияет количество модулей в проекте на скорость сборки? Ну, конечно. Ну, есть ли смысл там делать, например, там, больше, там, пяти, к примеру, моделей, ну, если без, без какой-то необходимости, ну, для ускорения сборки, к примеру. Спасибо за вопрос. В принципе, те режимы и те способы, которые описаны, они носят рекомендательный характер и нету такой прямой зависимости. Включил такой-то режим, получил плюс пять процентов там выигрыша. Все зависит от какого, сколько в проекте используется библиотек, насколько сам по себе большой проект. То есть такого прямого рецепта нет. Понятное дело, что когда мы включаем, отключаем там постоянно, то есть смысл понятен, но с этими опциями нужно поиграться. То есть, когда я с ними, когда я их начал включать, выключать, то по сути, скажем так, условно, в два раза у меня увеличилась скорость сборки проекта. Ну, достаточно ощутимый результат. Так. Как у нас есть тема мод, которые проверили. И есть по-моему, раздел, о котором Саш говорил, очень подробно. Прошу, как принять рекомендации, как не подключать нужные модули, как оплатывать. Ну, то есть это все можно на крыль в сайте читать, там есть много спасибо большое. Саш, я, в общем-то, что думаю? Нужно довольно немало было вопросов, это здорово, значит, было интересно. Я предлагаю кому-то подарить обалденнейший подарочек. Кому ты хочешь отдать подарочек? Ты запоминал вопросы? Запоминал. Вот молодому человеку хотел бы задать. Классно. Вы хотите подарок? Хорошо, ну просто я спрашиваю, может быть, откажете. Вы можете выйти и получите. Да, у меня прикольная штука есть, она уникальная на данный момент, потому что она первая, ну, естественно, держите, это вам. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, что пришли. Здорово. Ребята, у нас что-то, я думаю, есть минут пять немножко отдохнуть, подумать, задать вопросы. дальше мы приступим к следующему докладу про поводу паттернов. В общем-то, не расходитесь, все такое. Ждем через пять минут. Всем привет. Ребят, кто еще не разобрал пиццу, разбирайте, потому что мозг уже нету. О, как все быстро закончилось. Хорошо, значит, у вас хороший был аппетит, значит, вы теперь как бы наполнились энергией и готовы к следующему докладу. Интересно, он будет клацать? Отлично. Все, первый спойлер уже есть. Я, наверное, стану туда, где Саша, чтобы мне свет в глаза бил. Итак, как Лена меня уже представила, у меня тут Константин Марс, я TeamLead и Senior Developer в компании DataArt и вообще я планировал доклад на тему архитектуры. Но, к сожалению, так получилось, мне сказали внезапно, надо вот немножко ускориться, поэтому про архитектуру я планирую рассказать вам а сегодня первый такой кирпичик к архитектуре это дизайн-паттерны. Давайте, наверное, для начала, кто не знает, что такое дизайн-паттерны? Хорошо. Кого на собеседованиях спрашивали про дизайн-паттерны? Вопрос. Отлично. А кто потом в реальной жизни применял их? Замечательно. А кто прочел хотя бы одну книжку по дизайн-паттернам? Супер. Вот те, кто прочел книжки, уже вы будете мне помогать. На самом деле это уже такой уровень отличный. Окей. Итак, мы уже заметили, да, дизайн-паттерны, они везде. Они не только на собеседованиях, они еще в реальной жизни, они в реальных проектах. И очень часто возникает вопрос, что это вообще такое дизайн-паттерны? Красивое слово, мем, базворд. в первую очередь, под дизайн-паттернами чаще всего, во всяком случае, на собеседованиях и на разного рода технических общениях под дизайн-паттернами подразумевает именно Gov. Gov, кто знает, что такое Gov? Замечательно. Gov — это Gang of Four. Банда четырех, те, кто впервые их описал, исходя из реального практического опыта разработки приложений и под паттернами Gov подразумеваются паттерны, применяемые на разных языках, но при этом для решения однотипных задач. Типичный пример, наверное, Singleton. Вам нужен какой-то один объект единственных приложений, к которому все будут иметь доступ, но при этом этот объект не должен клонироваться, он должен быть уникальным. Например, какая-нибудь база данных. По-хорошему это вот такой пример. Изначально определение дизайн-паттерна было взято у Кристофера Александра и это определение было создано для архитектуры, для строительства. Прикол в том, что да, действительно, в строительстве, в автомобилестроении, в решении в принципе любых задач есть какие-то приемы практически. Через некоторое время вот это определение немножко стало быть таким смазанным. Там появился Брюс Экель, он вообще написал в своей книге, что ребята, сейчас дизайн-паттерна называется все подряд, все, что хорошо. Чуть ли не какие-нибудь там, не знаю, свойства языка. И это действительно так. В конце я немножко покажу примеров того, что есть паттерны, которые не являются gov, и это тоже паттерны, их тоже как бы надо знать, потому что все было хорошо. Ну а пока давайте поговорим про gov. Паттерн в привычной форме, как его описывают обычно в книгах, описывается четырьмя основными критериями. В первую очередь это имя, которое уникально определяет паттерн и как бы позволяет вам общаться с коллегами или с интервьюером или с человеком, которого вы видите, общаться на одном языке. То есть вы ему говорите сделай фасад, и он понимает, что надо сделать фасад, это не, не знаю, там не забор какой-то, да, это не надо там дом рисовать в приложении с ручками кода, это вполне конкретный паттерн. Проблема. Это очень важно, потому что вот эти три пункта, они кажутся, да, ну как бы мы знаем имя, мы знаем примерно, как-то в коде выглядит в джаве и все круто, на самом деле нифига подобного, sorry, на мой французский. То есть проблема, в которой применим этот паттерн, это очень важно. Те же самые паттерны, мы потом посмотрим, там state visitor, которые там отличаются, как бы по коду у них что-то общее есть, но по факту проблема, которую они решают, совершенно разная. И соответственно, имплементации на конкретном языке, на котором вы пишете, будьте вы, не обязательно дживистом, будьте вы, не знаю, пх-пистом. То есть вы будете решать эту проблему с помощью такого паттерна и строить как бы совсем свое решение, то есть вас не загоняют в рамки пиши код только вот, 15 строчек и все. Нет, но вы при этом будете применять это решение определенным стандартным образом. Решение, еще я уже сказал, и наконец последствия. Об этом вообще обычно умалчивают. Вот сколько читал статей в интернете, на хабре, все замечательно, паттерн, круто, да применяйте, вот вам готовое решение. А о том, почему этот паттерн нельзя применять, обычно никто не говорит. А как бы вот это надо понимать, да, потому что некоторые паттерны, они взаимозаменяемы. И, грубо говоря, там тот же самый итератор и тот же самый визитор, они будут решать примерно одну и ту же задачу. Но вот в разных последствиях, в разных ситуациях вам фреймворк даст уже итератор, и вы уже пользуетесь на здоровье, вам не надо ничего с вами всеми придумывать, да, в другой ситуации вы знаете, что вам конкретно нужно заложить какой-то, ну скажем так, вам нужно не снаружи обойти вашу сущность, да, вашу коллекцию, ваш набор данных, а вам нужно именно в процессе этой итерации производить какие-то калькуляции, что-то запоминать, что-то обрабатывать, и для этого вам нужен уже другой паттерн. То есть вот это вот важно. И те, кто не прочел еще книжек по паттернам, возьмите либо Gang of 4, либо Экеля, прочтите и обратите там внимание, вот эти вещи там расписаны. Я о них рассказывать подробно не буду, но в книге вы эти вещи найдете и их по-хорошему для такого уверенного пользования паттернами надо знать. Ах, да. Так, в конце концов забывают хорошие и плохие. Совсем забыл. Итак, возвращаясь к оригинальной идее архитектуры, паттерны — это, грубо говоря, такие строительные блоки. Но каждый блок, как каждая комната, наверное, она строится из каких-то кирпичиков, из каких-то соединений, соединительных элементов, глина, например, и имеет кучу-кучу вот каких-то вот вещей, которые, они являются базовыми. Те же обои, или краска, они базовые, но при этом правильное их знание, правильное их понимание и, наверное, вот это вот чувство, которое вот трудно определить цифрами и какими-то словами, вот правильное их понимание обеспечивает то, что вы вообще можете построить. Да, вот если, например, взять меня и сказать, да, вот построи там conference room, я не знаю как бы особенности материалов и того, как их можно сочетать, я построю тут не conference room, а какой-нибудь халабуду. Вот то же самое и в разработке. Почему всегда к разработчику, скажем так, на уровне, вот на уровне джавы, в первую очередь его спрашивают про понимание inheritance, да, полиморфизма, инкапсуляции, потому что это строительные кирпичики. Если вы не знаете паттернов, да, господи, вы в них разберетесь, когда вы на практике увидите, но вот эти вещи надо знать. Честно говоря, вот эти пункты вынесены из Echel, не из Gang of 4, но они ключевые в том плане, что кроме классического наследования, да, subtype, type, supertype, полиморфизма, инкапсуляции, есть еще три такие штуки, которые, как бы, ну, вот они к базовому ООП относятся так, так себе, но они тоже важны, да. В первую очередь это интерфейс, это классический, в общем, принцип из солида программировать относительно интерфейса, а не относительно реализации. Зачастую при имплементации паттернов, вот, при первом решении, при прототипировании, вам без разницы, вы можете сделать для реализации, но если вы это хотите потом использовать, то без интерфейса вам уже не обойтись, потому что хорошая система с декаплингом, то есть, скажем так, со слабой связностью, она должна быть ориентирована на интерфейсы, то есть, как бы, уровни вашей системы, они должны друг о друге мало чего знать. Инстанциация это то, что большинство из нас привыкли называть словом new. На самом деле, инстанцировать объект не всегда нужно new, и вот паттерны описывают, как можно минимум четырьмя или пятью способами инстанцировать объект. То есть, new там будет, но new будет оно спрятано, да, а для вашего кода, для кода разработчика, который, как бы, вы будете переиспользовать у себя, вы будете делать что-то типа, например, там, new instance у фрагмента. Кто знает new instance у фрагмента в андроиде? Отлично, хорошо. Вот, то есть, это как бы, да, это как бы такой себе паттерн. И динамическое связывание, сейчас выпало из головы, как правильно по-русски назвать. Короче, dynamic binding это когда, вот, при этом самом полиморфизме у вас появляется возможность динамически связывать методы, да, и не упираться в конкретную реализацию. Окей. Да, текста еще немножко будет, потом пойдут картинки, вы можете, в общем, ослабиться. Ну, потому что, сори, ну, тут как бы без текста можно было растянуть намного слайдов. Как я уже говорил, что предпочитать, для правильного, по паттернам, правильной реализации кода, предпочтение нужно давать реализации по интерфейсу. Поэтому интерфейсы у вас должны лежать отдельно от классов, это должны быть совершенно разные вещи. Реализации ваших интерфейсов могут быть многократными. Я честно вам скажу, не так давно, я сам очень плевался, когда я видел в проекте отдельно папку там с интерфейсами, и что все пытались писать на интерфейсах. В первое время это кажется просто дикостью, но на практике, если у вас проект длится там не один месяц, да, чуть больше, то вы уже начинаете понимать, что лучше заведите интерфейсы сразу и забудьте о них, просто пользуйтесь. Вот, чем, в общем, потом все переписывать. Первые два пункта были Object Composition over Class Inheritance. Смотрите, как бы, есть ли у кого-то вообще вопрос о том, почему композиция может быть лучше, чем наследование? Нет? Есть? Нет вопроса? Отлично. Хорошо. То есть, просто так проговорю. Бывают ситуации, когда вам не обязательно унаследоваться от какого-то класса, который имеет функционал, да, просто взять этот класс, инстанцировать его объект, этого класса, вложить в свой, как бы, новый класс и просто дергать методы. При этом у вас, вот, методы, как бы, того класса, который у вас инстанцирован как композит, они будут, как бы, ну, то есть вы будете использовать только публичные методы, и при этом не будете, как бы, видеть все внутренности того класса. Такие ситуации бывают достаточно часто, и это, как бы, один из ключевых принципов, используемых во многих паттернах. Агрегация. Вроде бы, вроде бы, иметь ссылку на другой объект, вот как в Java, да? В Java вообще, как бы, нет же разницы, там лежит у вас объект внутри вашего класса, или у вас ссылка просто есть. Но вот таких вот, как бы, в глобальном смысле, то есть, именно, как бы, в смысле для вас, как для разработчика, знающего доменную логику, таких ситуаций может быть несколько. Композиция, агрегация и acquaintance, еще и delegation, кстати, тоже работают по такому же принципу. Начнем, наверное, снизу, да? Delegation. У вас есть ссылка на некоторый объект delegate, который будет за вас выполнять, что-то делать. Вот Дмитрий не даст соврать, в iOS там делегация, это просто вот постоянно и везде. То есть, есть класс, который выполняет какую-то логику, там, по-моему, table, да, таблица выполняет. Вот. И, как бы, делегат должен потом это все отображать или, наоборот, обрабатывать. То есть, вот такое взаимодействие. Acquaintance означает, что ваш класс или ваш объект знает о существовании кого-то, грубо говоря, ну, и может, как бы, к нему обратиться, но при этом тот объект не является нашей, как бы, частью. Например, где-то лежит база данных, такая, которой мы, как бы, редко пользуемся. Вот наш объект имеет на нее какую-то ссылку, но по-хорошему мы не владеем этой базой. Мы ее там не уничтожаем, не разрушаем, мы просто о ней знаем, можем из нее что-то дернуть. Агрегация — это как раз, когда вот у нас вот что-то внутри, да, и композиция — это такое обобщенное понятие агрегации, что мы в себя включаем объект и мы им управляем его жизненным циклом, поведением. И, наконец, параметризе параметризе types — на самом деле, это дженерики или темплейты в C++ или дженерики в Java. Вроде бы, как бы, это всего лишь механизм, с другой стороны, этот механизм позволяет, в общем-то, применять тоже механизм, как бы, решающий, в принципе, ту же задачу, да, что и агрегация, и композиция, но при этом немножко по-другому. То есть мы можем поменять тип, но при этом вообще не менять никак связи между как бы вот этими классами. И вот уже правильное видение этих семи там вариантов поведения, да, оно уже позволяет вам что-то строить какие-то свои паттерны, причем самим. Вот вы видели ситуацию, класс, я тут дженерики забахаю, все, будет работать. Или там, а, ну тут мне как бы, тут мне не надо владеть объектом, я тут ссылочку имею, и хорошо. То есть это квинтенс. Good. Где чаще всего используются паттерны? Скучный текст еще. Теперь уже его меньше. Сейчас мы постепенно идем. На спад, на спад. Вот. Два варианта основных, с которыми вы встречаетесь вообще постоянно, да, это библиотеки или тулкиты, в которых что-то есть, но это что-то у вас, как бы по-хорошему вообще разница между фреймворком и тулкитом очень небольшая. И то, и то библиотека. Одна библиотека побольше, вторая поменьше. Но прикол в том, что классический тулкит это то, что вы вызываете, то есть вы как бы, ваше приложение работает, с ним все хорошо. Ему надо посчитать там математическую функцию, вы из тулкита взяли там функцию, дернули и все. А фреймворк это вот то, что в андроиде. Android фреймворк, который говорит вам, ваша активити живет своей жизнью. И он вас заставляет что-то делать. Он вам предоставляет там коллбек какой-то, да, он create, например, в котором вы что-то делаете. Вот это фреймворк. То есть в фреймворке наше приложение живет, а тулкиты наше приложение, в общем-то, вызывает. Ура! Мы идем к картинкам. Итак, да, категории. Категории очень разные. Их всего три, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. Первая категория креативная. Она говорит о том, что вы будете создавать объекты, и вы не будете задумываться о том, как вы их создаете. Сколько вы параметров туда передаете, что вы с ними делаете. Это, наверное, как вот художник, художница рисует. У нее есть краски. Она не изобретает каждый раз себе краску прямо вот на месте. То есть у нее есть готовый набор красок, комбинирует, все круто. То же самое, в общем-то, с крейшного паттернс. Страшуал паттернс. Это паттерны, которые говорят, как вам нужно, в общем, построить вот эту вашу систему, как вам построить ваши объекты, чтобы они взаимодействовали между собой, при этом у вас не было какого-то дикого хаоса, из которого на вас ваши коллеги будут бросаться с кулаками или с дубинкой, что еще хуже. Вот. Опять-таки, сюда здесь применяется наследование, интерфейсы, и говорится о том, как получить новую функционал, имея, в общем-то, готовые блоки. Хороший пример это, когда строится дом, он строится из каких-то блоков, там, кирпичей или простенков, да, и, грубо говоря, вот комнаты заполняются, вот они чем-то заполняются, каким-то контентом, и потом они будут играть какую-то специфическую роль для жителя этого дома. А по факту в жизни, как бы, строителя это всего лишь какие-то блоки, вот он просто знает, что блок туда пихнул, все, отлично, все, там люди уже разберутся на месте. Да, поведение, behavioral, они, в общем, само собой понятно про поведение, взаимодействие между объектами, да, передачу каких-то там данных, эмоций, не знаю, что-то еще. Окей. Да. Да. Вот. Ну, на самом деле, это иллюстрация из Gang of 4, вот, причем, это иллюстрация 23 паттерна. Насколько я знаю, там, как бы, в новых версиях было, по-моему, что-то около 45, но вот при 23, при самой первой версии, то есть, вот это выглядит примерно так. Запомнить это все не очень приятно, собственно, почему это считается одним из таких крутых вопросов, потому что посмотрел, запомнил, прочел книжку, потом попробую вспомнить, о чем там речь шла. Люди пытаются как-то это превратить в что-то вменяемое, да, там, таблица спиртовых элементов Менделеева, например, вот. Ну, товарищ Хьюстон, Хьюстон у нас проблема, вот, он описал это так, то есть, есть Origins, это создание, да, есть Behaviors и есть Structures. В принципе, все good. Если вы, как бы, для себя захотите запомнить, очень рекомендую, очень классно, ссылка на сайт презентации, презентацию вы получите. Из классики, из, собственно говоря, Gov, их немножко так, не так красиво, не так, в общем-то, для запоминания хорошо, но структурировано описали в следующем виде. Есть скоп применения паттернов, то есть паттерны, это не просто вот то, что применяется на код и все, оно применяется на код, но код этот может быть классом, а может быть объектом. Соответственно, в зависимости от скопа вы видите, что factory метод, interpreter и template метод применяются на класс, а вот все остальное применяется на объект. Ну, я их у себя в презентации не буду так разбивать, но помните, что вот то, о чем я говорю, оно как бы имеет области применения, и не надо применять там abstract factory там, где не надо. Окей. Ой, опять Лена. Итак, creational patterns. Первый creational patterns это factory метод. Как вы знаете, есть в общем-то abstract factory, есть factory. И разница между ними, как ни странно, есть. Один из них говорит о том, как создавать конкретные объекты для конкретного класса, с этим все как бы хорошо. Второй из них говорит о том, что чаще всего, ну, грубо говоря, там классический пример, это если у вас есть там Windows, Windows какой-то фреймворк, или вы там, например, пишете кросплатформенное приложение, у вас есть какой-нибудь Java или C++ код, но при этом UI у вас будет реализован для разных платформ. Например, один там для Windows, для Linux, для Mac, для Android, если вы, по-си господи, пытаетесь все в одном делать. Вот. Да, и потом это все равно будет более, но это другая история. Так вот, у вас как бы вот элементы окон, контролы какие-то, виджеты, они будут каждой платформе предоставляться своим. Ваш код, по-хорошему, если вы какой-то текстовый редактор делаете, ему без разницы, на какой платформе работать, он точно так же какие-то текстовые глифы будет выдавать, точно так же там рисовать будет строчки, точно так же будет работать с файловой системой, то есть как бы ваш код должен быть написан для вас приятно и легко. А вот эти все подробности реализации, которые вам дают платформы. Платформы дают с помощью фабрик. Причем, по-хорошему, фабрика Linux Widgets, да, или Linux Windows, она поставляет вам контролы там, Edit Text, кнопочку, там, окошко, не знаю, сплощую подсказку, notification, еще что-то. Точно-таки, точно такой же набор элементов будет предоставлять вам Windows. и вот оба набора инструментов поставляются фабриками, но при этом и та, и та фабрика, как бы, да, вот они поставляют вам объекты, соотносимые своей доменной областью, но при этом как бы вот все эти фабрики, их можно описать какой-то стандартной фабрикой, Abstract Factory, наверное, на этой экранке лучше, вот, которая предоставляет общий как бы шаблонный метод, опять-таки, который возвращает интерфейс, а не конкретную реализацию, и потом уже конкретные фабрики будут вам возвращать конкретные продукты, то есть, еще раз возвращаясь к моему примеру, в данном случае Windows или Widgets это абстрактные продукты, конкретные продукты это конкретно там Linux, Windows, например, и точно так же фабрики просто предоставляют там пачку всего этого. Good. Кстати, сразу реклама Source Making, замечательный ресурс, там много красивых картинок, просто, честно вам скажу, о паттернах там просто приятно описано, не все правильно, не все правда, но иллюстрации там живые. Builder, ну, в переводе с английского это строитель, строитель, он складывает кирпичики, вот Builder, он вам позволяет строить ваши объекты из кирпичиков, то есть, кирпичик первый, второй, третий, точно так же, как, да, вот Build Product, что-то там, Part A, Part B, Get Product, ну, вообще, все это лучше запомнить на Builder, который у вас в Android, а, кстати, такой вопрос, а Android разработчики, кто здесь? Есть? Хорошо, а есть не Android разработчики? Не Android разработчики? Замечательно, есть, вот это уже хорошо, то есть, как бы не для Android, вы можете вспомнить какой-то свой реальный пример из жизни, вот, но идея такова, то есть, у вас есть возможность вызвать для данного класса Builder, у этого Builder есть методы, которые меняют состав этого класса, Title, Message, Negative Button, Positive Button, там какой-нибудь Button Cancel, например, вы можете не указывать здесь, да, sorry, не Cancel, какой-то там, не знаю, средний Button, средний Button, вы здесь не будете указывать, но при этом Builder вам позволяет этот метод при желании вызвать и, в общем, сконструировать совсем по-другому объект. С этим понятно. Прототип. Прототип, он очень похож на то, что делал с собой этот железный человек, да, он там, что-то нафигачился, пожег себе половину машин, разворотил свою эту в подвале мастерскую, вот, но в итоге как бы все сделал правильно, потом покрасил в красивый цвет красный, то есть все выглядело прилично. Аналогично с прототипом. Прототип позволяет вам получить имплементацию какого-то интерфейса, уже готовую, содержащую какие-то исходные, как бы данные, темплейтные, которые вам пригодятся в дальнейшем, но при этом, если вы от этого прототипа, в общем-то, его используете или наследуетесь, вы можете его модифицировать. О, да, это надо обязательно сфотографировать, это, я думаю, многими нами любимая вещь. На самом деле, может быть и не синглитон, виски, но в любом случае виски это good. Так вот, а вот этого человека, знаете, это бородатенького вдалеке? Да, это Дэвид Синглитон, это Vice President по wearables в гугле. Вот, и тот, и тот синглитон, но тот синглитон, о котором мы сегодня говорим, это обычный класс, который нельзя инстанцировать просто так вот ручками, это класс, который имеет специальный метод, чтобы его инстанцировать. Метод называется обычно getInstance, хотя не обязательно, чтобы он так назывался. В нем обычно есть статическая ссылка на instance, которую можно имплементировать минимум пятью, наверное, разными способами в Java, хотя это, наверное, я знаю не все. Вот, и все как бы очень просто, то есть он, он имеет такие ограничения, а, у него нет публичного конструктора, то есть вы не можете просто взять ручками и сделать new, у него вот этот instance чаще всего можно lazy load, то есть он будет инстанцироваться только тогда, когда он действительно нужен, а не просто грузить все в память. У него там есть еще несколько интересных особенностей из разряда, там, если вы хотите его клонить, вот, то, как бы, ну, клонировать, это тоже создать новую сущность, которая будет дублировать то, что есть. как бы это против идеологии, поэтому в Java, например, там бросается exception из метода клон, если у вас клон есть или нет, вы стараетесь, как бы, чтобы этот метод не был реализован. В общем, особенностей на самом деле у него много, он очень простой, с одним методом всего лишь, и вот вам простой пример того, как это, в общем, в Android, даже не в Android, а вообще в Java работает. Окей. паттерны структурирования. Тут все уже немножко сложнее, скучнее. Первая скучная вещь это адаптер. Вот кто не пользовался адаптером? Ну, то есть вы все понимаете, что адаптер это адаптировать квадратные дырки круглым, да, или круглым штырькам, или наоборот, там круглые дырки к квадратным штырькам. То есть все просто, в коде то же самое, да, позволяет работать классам, которые несовместимы вообще, позволяет им работать друг с другом, при этом убирая какие-то разницы между ними. Я вот часто в слайдах использую такие диаграммки UML-овские. То есть вы не пугайтесь, как бы на самом деле паттерны лучше описывать с помощью диаграммок, потому что приводить там примеры кода из пяти языков, которыми там самыми популярными пользуемся, как бы это больше места займет, это не так, наверное, доходчиво. Поэтому есть клиент, есть какая-то работа, которую надо сделать, клиент вызывает метод адаптера, а адаптер внутри себя будет вызывать адапти. По факту здесь вы можете использовать аквайнтенс, то есть иметь ссылочку на адапти, да, или может быть даже его композировать. Вас никто не заставляет конкретно вот как-то реализовывать, просто говорится о том, что паттерн адаптер это вот такой вот подход общий. Ой, да, точно, совсем забыл, в андроиде тоже это есть. Вот, и, короче говоря, вот все, что из этой простыни, да, это просто вы как бы обычно наследуетесь от Recycler View адаптера или какого-нибудь там TreeView или еще чего-нибудь такого. Вот, и, собственно, просто реализуете адаптер, который делает там переход с данных на, например, View. Кстати, данные, база данных и View, вот вам пример несовместимых вещей, между которыми мы делаем связь. Хотя вот так вот если подумать, в реальной жизни сколько раз вы используете адаптер, вот я, например, не задумывался до того, как натолкнулся на этот пример, что это вообще адаптер тот, тот самый. Окей, Bridge. Bridge известный. Кстати, на Study Jam, по-моему, у нас даже было приложение с этим Bridge, если не ошибаюсь. Ладно. Так вот, Bridge, собственно, что реализует? Он вам реализует возможность вызывать с помощью какого-то обобщенного интерфейса разной имплементации. Самый простой пример здесь приведен с бытовой техникой, то есть интерфейс-кнопка мы как бы все знаем. Кнопка, кнопка нажали, она что-то включает. То есть, как бы Bridge предоставляет нам простой интерфейс, который позволяет вызывать разные сущности. Немножко похоже на фасад. До фасада мы дойдем. Но задача, в общем-то, другая. И, соответственно, имплементация, то есть, для человека есть интерфейс, кнопка. Для приложения конкретных имплементаций, что эта кнопка делает, будет много разных. Тоже все достаточно просто. Композит. Не знаю, почему. Я попытался как-то связать композит с современными композитными материалами, которые там в обуви, наверное, используются. Вообще, очень не похоже, кроме того, что здесь слоистость. Вот. В композите слоистость есть. Причем, эта слоистость, она вот, если вы посмотрите, компоненты композит, они имеют практически вообще одинаковый интерфейс. И композит внутри себя может включать вот этот вот компонент. И, как бы, вот клиент будет обращаться, а там вот цепочка внутри будет обрабатывать все. И, то есть, вот эти вот вложенности, плохой пример, сори, реально плохой пример. вообще не в тему, просто картинка. Наверное, более такой подходящий пример это когда вы контролы размещаете, например, вот в андроиде в, не знаю, группью, да? Вот группью это композит, а внутри него компоненты, там, там какие-нибудь вьюшечки, эдиты, имиджи и так далее. То есть, вот типичный композит. И у тех и тех есть размеры, какие-то там констрейнты для растягивания, стягивания цвета, то есть, все как бы, вы можете применить что-то сверху к группе, да? И эта группа повлияет на все, что внутри, потому что, как бы, у них есть вот эта практически сквозная зависимость, но при этом эта зависимость не совсем сквозная. Собственно, о чем следующий паттерн, да? О сквозной зависимости. То есть, здесь у вас вот этот верхний слой вьюшек, он все-таки имеет одну характеристику, и вот это взаимодействие, оно, как бы, управляется вот композитом, да? То есть, каждый компонент, он подвергается воздействию по правилам композита. А декоратор делает почти то же самое, причем тут тоже интерфейсы, как бы, в принципе, там практически одинаковые, да? И, как бы, вложенность тоже есть, потому что у вас, да, надо вспомнить этот пример, часто его приводят с кофемашиной. Значит, смотрите, вложенность. У вас есть чашка кофе. С чашкой кофе все хорошо, чашка кофе, чашка кофе. Она может быть разной. В ней может быть сахар, молоко, это может быть капучино, это может быть латте, какой-нибудь фрапе. Нет, фрапе, наверное, машина их не делает. Ладно. И вот, у вас, как бы, кофе, в принципе, кофе. Но для того, чтобы получилось вот это самое кофе, не, давайте упростим еще больше. Не будем говорить о качествах кофе, будем говорить о цене. Вот вы заказываете кофе, да, и вы можете купить там за, не знаю, за 5 гривен просто кофе, обычный черный кофе, за 10 гривен, например, с молоком, за там 15 гривен, там еще с сахаром. То есть, вот эта вот конечная цена, она будет считаться в зависимости от того, сколько компонентов включено. Каждый компонент предоставляет вам имплементацию какого-то метода. и вот как бы декоратор, он берет один компонент, на этот один компонент, как бы возвращающий одно значение, настраивает следующий компонент. Следующий компонент знает о методе как бы того интерфейса, который он в себя включает, добавляет к нему что-то еще, возвращает наружу, потом еще третий. И таким образом у вас в итоге вы обращаетесь к последнему декоратору, который снаружи, но все, что у него внутри заимплеменчено, оно в принципе вот как бы вызывает вот эту цепочку. Сори, я просто вижу по лицам, что он сказал плохо. Вы, если что, спросите в конце, хорошо? Вот. Все равно его скучный декоратор. Да, фасад. Фасад чем-то похож на реальный фасад здания, потому что вы видите здание, оно вроде красивое, все как бы окна у него там, двери, дверь можно войти, в окно можно выпрыгнуть. А то, что там внутри, вы не знаете. На самом деле, для того, чтобы войти в дверь, а выпрыгнуть в окно, вам надо еще там парочку лестниц каких-то, да, там как минимум пол, а не просто яму. То есть то же самое с фасадом. Лестницы, пол и все остальное это какие-то пэккеджи или классы, которые внутри спрятаны за фасадом. То есть они не внутри, они скорее всего, на них идет ссылка. Самый такой из программирования, жизненный пример, где я применял фасад, это была, опять, кросплатформенная система, написанная на CC++, в которой фасады были реализованы на разных платформах, но при этом как бы на Windows пытались эмулировать логику Linux, и вот этот вот фасад, он как бы выдавал функции POSIX Linux, но при этом он должен был собрать их все эти функции, как бы, да, там сделать, как бы вот такую прослоечку, которая для вашего кода C++ была бы как бы простой и понятной, да, но при этом в случае одной платформы как бы у нас дергались там одни библиотеки, другой другие, а для нас это, как бы для приложения, это все был один фасад, то есть, пожалуйста, там файловая система, пожалуйста, такой метод, там какой-нибудь, не знаю, скриншот сделать, какой-то метод, ну скриншот не тот пример, но в целом. То есть фасад это такая штука, которая просто скрывает реализацию. Да, какой-то пример из андроида, связанный с ретрофитом. Оказывается, ретрофит реализует фасад. Самое забавное, что у ретрофита есть билдер, да, тоже все встречали, и когда вы обращаетесь к интерфейсам ретрофитовским, которые сгенерены, они по факту совершенно не, то есть как бы, ну не вызывают напрямую у вас запрос, они внутри себя вызывают помимо запроса и помимо всей вот нетворкинг вещи, они еще вызывают адаптеры, которые вы подключаете, да, там конвертер, например, джейсон конвертер, или как сейчас очень популярно, там rxjava адаптер какой-нибудь, то есть вот эти все вещи, они встроены внутри системы, причем это вообще шикарный пример, который показывает, что несколько паттернов, да, в одном инструменте прекрасно сочетаются, прекрасно работают, то есть вот эта вот штука, она как бы была задана при создании, и потом вы о ней не знаете, вы просто вызываете там какой-нибудь там интерфейс, listbooks, например, а внутри себя он там уже дергает нужный адаптер, и все-все-все делает, и потом в итоге возвращает вам, ну тут правда ой, sorry, даже еще поплыло, тут кошмар, ну, в общем, короче говоря, вот в этот callback, он вам возвращает данные, а полностью обработанные, готовые, для вас это, как для разработчика, это все песни, вот так работает фасад, на самом деле там все сложно, хорошо, прокси, ну, с прокси, я думаю, вообще рассказать нечего, кто пользовался проксиками для браузеров, а для того, чтобы зайти, типа вы в штатах, да, и там что-то скачать, о, отлично, отлично, то есть, отлично, то есть вы как бы паттерн знаете, дальше как бы это уже подробности реализации, он просто сидит, слушает там реальный сабджект, что-то там подставляет ему, выдает, а вы как бы вы работаете все хорошо и не замечаете. Все, движемся к финалу, наверное, даже слишком быстро. Паттерны поведенческие, sorry, я просто читал как бы про эти вещи и применял их почему-то всегда только с англоговорящими людьми, и я по-русски не помню, как это называется, кто помнит, как behavioral переводится? Поведенческие, да? Хорошо, спасибо. Вот, так вот, чего туда входит? Ну, самое первое, самое простое, это command, с ним вообще все, наверное, просто и ясно, да? Кто-то вызывает команду, команда опять-таки, это интерфейс, за этим интерфейсом может что угодно прятаться, вообще очень похоже на, вот тот самый свитч, который мы смотрели, да, который там нажимает кнопку, соответственно, метод execute, он в себе скрывает конкретные реализации, скрывает вызов какого-то конкретного класса, конкретного, чего-то уже конкретного. Наверное, ах да, ладно, хорошо, так уж и быть. Хотел другой пример рассказать. В общем, есть замечательный фреймворк EventBus, который по утверждениям специалистов из интернета, утвержден. Сори, я просто, Дима, напомни мне, пожалуйста, как самый популярный блог iOSный называется? Нет, не у нас Хиптер, Хиптер, а который постарше. Да, Рэй Вендерлич, да, спасибо. Вот у Рэя Вендерлича, у него же есть команда, и там есть ребята, которые, они шарят в андроиде тоже, вроде как. Да, и как бы, вот у Рэя Вендерлича, они почему-то привели пример EventBus, в том плане, что по факту у вас, когда вызывается event, вот он event, у вас идет какой-то хендлинг в какой-то своей activity, в какой-то своей логике, которая может быть в фрагменте, а может вообще в каком-то классе. Вот, да, и вы абсолютно, когда вы отправляете event там вот этим постом, вы абсолютно не знаете, где он обработается, как он, и если он, да. Вот, то есть по факту, как бы, очень близко к теме, да, то есть вы знаете интерфейс, вызываете, дальше все заработало. Дима, спасибо, и вам спасибо. Окей. Дальше. Цепочка ответственности. Ну, тут как бы название тоже само за себя говорит, опять-таки, просто для того, чтобы вот вы знали, что вот как бы есть такой паттерн, его можно применять, с ним вообще все очень просто, у него вообще просто, вот, это, наверное, похоже, чем-то на декоратор, у них есть одинаковый метод, и они друг друг друга этот метод вызывают. И погнали. Пример кода не приведу, пример из жизни, во многих платформах есть обработка ивентов, которые обычные, юайные, вот там таб какой-нибудь, например, вы хендлите. Я вот, вот сейчас не вспомню, как на андроиде, я помню просто на Windows, это было вообще вот просто, там, приходит тебе ивент, ты его похендлил, и ты потом должен обязательно поставить еще флаг, когда передаешь дальше, похендлил ты его или нет. Если ты его не похендлил, то у тебя потом следующие все, короче, кто получает этот ивент, еще будут на него триггериться, там что-то будет скакать, плясать, то есть, то есть, вот вам как бы в реальной жизни эти ивенты, цепочка responsibility есть. Дальше. Итератор. Итератор, я думаю, просто знают все, тут говорить вообще нечего, тут все просто. И, наверное, мы его проскочим. Медиатор. Вообще, кстати, похоже чем-то на итератор, только тут самолеты. Но к самолетам не имеет никакого отношения, тем не менее. Смотрите, образно, почему самолеты? Потому что есть какая-то вышка станции диспетчеризации, которая обеспечивает взаимосвязь, да, чтобы самолет один, когда приземляется, а другой взлетает, чтобы они там не бахнулись, потому что бахнулись, много жертв, все такое. А чтобы они не бахнулись, это каждый самолет должен, подлетая, сообщить, что я приземляюсь, у меня там в определенное время что-то произойдет. Вышка, соответственно, проверяет расписание, говорит, а можно сесть или нельзя? А нет, ну вы там сделаете еще три кружочка, если топлива хватит, да, потом сядете. Ну а если не хватит, то сори, но у нас все равно сейчас взлетает от Boeing больше вас. Да, вот, собственно, так работает медиатор. Медиатор в контролах каких-нибудь, наверное, медиатор очень похож на презентер в Android, в MVP. Презентер у вас тоже, он как бы знает о том, что что-то там на UI делается, кто-то нажал кнопку, да, где-то там это что-то выскочит, сейчас там какой-то индикатор. Вот. И медиатор это вот то же самое, но только вы его можете впихнуть где угодно. Если презентер у вас как бы привязан к презентейшн-лэйеру, то медиатор, welcome, вы делаете, вот тут даже пример какой-то страшный, такой с тест-систем, то есть вы запустили тесты, что-то там они там поделали, и колледж, который является медиатором между системой тестов, студентом и титчером, он вам, в общем-то, сори, да, не колледж, а именно медиатор. Путь здорово. Вот, короче говоря, вот этот медиатор, он, в общем, похендлит все это между всеми, сделает так, чтобы все знали о том, что произошло, и как бы у всех была актуальная информация, но при этом у каждого своя. У тестовой системы, там, короче, все-все-все, цифры какие-то, базе данных. У студента одна оценка, которой он счастлив, а у титчера куча оценок, по всем студентам, то есть вот он, ну да. Момента. Честно вам скажу, не буду врать, не знаю, почему токен. Для меня токен почему-то всегда ассоциировался с вебом, но тем не менее в классических паттернах у момента есть синоним токен. И идея момента в том, что у вас есть состояние, и это состояние, как бы, оно может меняться, вы можете сохранять и извлекать состояние объекта. По-хорошему, это очень похоже на state. Разница между ними очень небольшая, но, в общем-то, есть. В первую очередь, тем, что вы это момента должны передавать, да, как бы, это не совсем та штука, которая прям сохраняется. И, во-вторых, ну вот, в общем-то, разные паттерны. Сейчас мы дойдем, наверное, до state, там посмотрим разницу. Flyweight. Flyweight в переводе с английского означает боец-легковес, да, девочка там, которая дерется, всех больно бьет. Идея в том, что, как бы, Flyweight, он позволяет вам собирать какую-то информацию, вот, обобщенную и сохранять. И при этом, ну, наверное, как, вот, есть внешняя среда, да, есть какие-то внешние, там, есть ринг. А нет, скажем так, есть вот аудитория, есть ринг, и есть какое-то внутреннее состояние, там, бойца. То же самое в приложении. У вас есть некоторая сущность, которая хранит состояние, практически как момента. Есть внешнее состояние. И вот этот Flyweight, он обеспечивает взаимодействие между этим внутренним и внешним состоянием, при этом путешествием, возможно, между какими-то разными экранами, позволяя на разных экранах отобразить по-разному, в общем-то, те же самые картинки. По-хорошему, это очень близко к кэшированию, классическому. Observer. Ну, Observer, я думаю, в общем-то, все знают. Чаще всего встречается. Это обычно там, он клик-листенер. Тут, тут как бы все очень просто. Просто, суть паттерна просто в том, что у вас есть некоторая, некая сущность, как сабжект, которая передает ивенты. Есть некоторые слушатели, листнеры. И листнер может подписаться, может отписаться. В зависимости от того, если он подписался, он получает события, отписался и получает события. А сабжект знает о всех и нотифицирует всех, как, не знаю, рассылка почтовая. Окей, уже, наверное, так, скоро конец. Пример, о, да, Rx, все верно, все верно. Это Rx, и в нем как раз все вообще построено на App Server. Вообще просто. State. Мы о нем говорили, мы к нему вернулись. Позволяет объекту изменять поведение в зависимости от внутреннего состояния. фактически эта вещь работает очень хорошо с командами, чаще всего применяется, да, в отличие от момента, который применяет как бы вот это состояние для какой-то цепочки связанных объектов, State используется, например, в текстовом редакторе, то есть, как бы, вот эта область применения, да, в текстовом редакторе для сохранения, например, состояния edit, не edit, или там курсор находится на какой-то строчке, State хранит в себе что-то, например, курсор задает какой-то там цвет и размер шрифта, и вот эта вот вещь, она как бы может там переходить вперед-назад, а если это состояние всего объекта, вернее, всего документа, то вы можете сохранить цепочку State, и по ним откатываться назад, используя команду там ту же самую, там, execute, да, или там undo, вот что-то такое. Strategy. К авиации не имеет отношения, к этим самым не имеет отношения, к уткам имеет отношение. Читал кто-то, по-моему, Эрик Фриман, да, да, про гуточек резиновых, да? Отлично, отлично, вот. То есть, как бы, идея ключевая та же, что у вас, ваша стратегия, она имеет какой-то метод, который потом все имплементируют и реализуют, и в зависимости от того, как бы, вот контекст, это, грубо говоря, ваш там самолет, самолет или утка, вот этот, как бы, контекст он меняется, но суть действия остается той же, то есть, как бы, вот это описание, просто имя метода остается тем же самым, а реализация опять может меняться, но это не template метод, опять-таки, это, это сущность, которую вы можете подставить, грубо говоря, если вы возьмете, там, стратегию двигатель, да, можете сделать реактивный двигатель, да, вставить утки, а она не полетит, но если вы, sorry, да, а если вы вставите там самолетик, хоть бумажный, хоть такой, они как-то полетят, но при этом один полетит хорошо, нормально, для этого рассчитано, а второй, скорее всего, просто сгорит при этом, но факт в том, что вот это поведение, вы как бы его можете применить, как выбор, а как объект, и когда надо просто вызвать execute, и оно исполнится, очень удобно для передачи определенных поведений между разными, в общем-то, объектами, сейчас не приведу пример, так сразу, хотя крутится в голове, интерпретатор, ну, как бы картинка говорит сама за себя, что-то добавлять, какие-то умные слова я тут особо не хочу, потому что по факту интерпретатор специально существует для того, чтобы интерпретировать определенный язык в как бы ваш код, да, и выполнять какие-то действия, и для чего в regexp, вернее, для чего начали использовать regexp, для того, чтобы вместо кучи свечей, логики, if-ов, else-ов и так далее, написать одну строчку по каким-то своим правилам, пофиг, но вы как бы этой одной строчкой описываете конкретно большое количество действий со сложными правилами, и вы не паритесь над тем, как это применить к вашему коду, вы просто там пишете matching или не matching, и интерпретатор, встроенный уже в язык, он просто распознает этот regexp и все для вас выполняет. Схемка немножко сложнее, чем на самом деле она работает, но принцип как бы он остается. Visitor это еще один из вот той пачки со стейтом момента и всеми остальными, но, а, и даже немножко перекликается с отератором, идея визитера в том, что, когда он, грубо говоря, путешествует через вашу цепочку объектов каких-то, он, его, вот, клиент как-то принимает, что-то ему передает какие-то данные, он что-то выполняет, но при этом, если в итераторе, итератор вам потом выдавал данные вовне, то визитер выполняет какие-то действия внутри себя, он их там может сохранять, может что-то аккумулировать, мне почему-то, да, примера на этом нету, мне почему-то вот всегда визитер видится в Rx, в вот этих вот операциях, вызовах, операций, которые, каждая операция, она выполняется на каждом объекте, то есть, вернее, на каждом ивенте, и вот на каждом ивенте у вас там есть по сущности, это вот эта лямбда, это анонимный класс, который вы, который принимает вот что-то в себя из потока, и по-хорошему, это как раз вот этот визитер, который экшен сделал, что-то обработал, сохранил, и потом как бы вот это все в сумме выплеснулось, но опять-таки там тоже есть нюансы, окей, андроид-паттерны, на самом деле, это уже практически конец, и про андроид-паттерны мы с вами уже говорили, да, мы с вами говорили про адаптер, мы с вами говорили про ивент-басы, и про кучу всего, то есть про андроид-паттерны я бы сказал так, есть один шикарный источник, который мне очень нравится в плане паттернов, но он не про дизайн-паттерны, не про Gov для андроида, а про перформанс-паттерны, это серия видео, там сайт даже есть, блог на гугле Колька МакАнлиса, посвященный именно андроид-перформанс-паттернам, там есть элементы дизайн-паттернов, но ключевой упор там идет на том, что как бы паттерны написания кода для того, чтобы он был более эффективен и правильнее работал, но ладно, я начну не с Кольта, я начну все-таки с такого классического дизайн-паттерна, который, наверное, всех на слуху, если не на слуху, то попробуйте, это dependency injection, это тоже дизайн-паттерн, его реализации много, конкретно вот в данном случае это иллюстрация из второго даггера с документацией, но как бы кроме него есть робот джуз, спринг, наверное, что-то еще, вот, то есть много разных реализаций, паттерн тот же самый, вы с помощью паттерна dependency injection отвязываете реализацию, инстанцирование объекта, фактически это как фабрика, да, у вас есть какая-то фабрика, которая называется модуль, модуль поставляет вам, как бы, инстанцирует необходимые сущности, компонент объединяет модули, ну, тоже как бы не очень красиво показано, вот если, короче, не смотреть на этот синякий прямоугольничек, да, то у вас будет два модуля, они все объединены в один компонент, и они просто поставляют вам объекты, если вы поменяете компонент, это будет похоже чем-то на abstract factory, то есть как бы вы поменяли в общем-то один модуль, один компонент поставили другой, у вас объекты будут другого типа, но при этом они будут уже автоматом в коде. Главное, да, немножко о том, как это все тоже в коде выглядит, главная идея dependency injection в том, что вам не нужно руками это все писать, вы описываете только как бы сами интерфейсы, и весь фреймворк, например, тот же самый второй даггер, он за вас, все вот это инстанцирование он делает, он за вас в общем-то даже компоненты сам создает, код, то есть вам остается только его там прописать в точку инстанцирования, ладно, я вижу по глазам, в общем, просто знайте, что это тоже паттерны, и в общем можно в паттернах упоминать. Еще три классических паттерна, просто не упомянуть их нельзя, это MVC, который давным-давно существовал, сейчас он все равно существует в iOS, в андроиде его я как-то особо не помню, он как бы существовал и существует тоже, поначалу в коде, модель view controller, здесь все просто, все понятно, очень важная картинка, потому что вот чем он отличается от MVP и MVVM, тем, что, собственно, разный flow данных, то есть, если у нас контроллер управляет и view, и моделью, и, собственно говоря, обеспечивает flow от модели как view, то, например, у MVVM тоже паттерн, тоже применяется в куче платформ, куче языков, в C-Sharp, очень популярен в .NET, и, в общем-то, в iOS тоже применяется, то здесь flow немножко другой, и view model, она в первую очередь, ну, например, в андроидной реализации, она обеспечивает вам биндинг с view и дает вам непосредственно доступ к определенным пропортиям, которые как бы вытянуты из view, во-вторых, она обеспечивает обмен двусторонний, да, и, собственно, тут даже есть двусторонний обмен с моделью, и view model, как бы она совсем, ну, это совсем не контроллер, тут как бы просто даже видно, да, что что-то мы отображаем, что нам приходит из UI, и при этом, то есть нет такого ярко выраженного, что у нас все контроллер только слушает, да, у нас view model просто является посредником для правильного конвертирования данных. MVP. Все из той же оперы, с ним тоже все просто и понятно, здесь все ближе к MVC, потому что презентер очень похож на контроллер, но, тем не менее, презентер, опять-таки, у него есть двунаправленный поток данных, здесь нет такой четкой отвязки от view, хотя, по моему опыту, не знаю, как у ребят, вот, но у меня чаще всего, вот сколько я сталкивался с имплементациями MVP, вот все стараются сделать MVC почему-то из MVP, почему-то хотят, чтобы презентер прям все-чуть слушал, не было двунаправленного потока, но, тем не менее, идея как бы ясна. Дальше не буду затягивать, уже и так как бы долго, я уже устал говорить, есть прекрасные примеры паттернов в андроиде, обычные, классические, такие как лоудеры, асингтаски, ресиверы, интенты, пример FASADA, это медиафреймворк, который объединяет, раньше он был цельным, сейчас он объединяет в себе кучу фреймворков, по-моему, с шестого или седьмого андроида, которые все как бы фреймворки хорошо, но снаружи они все представлены одним пэккеджем и так далее. Вот это, кстати, batching and cation не относится к дизайн-паттернам, это performance-паттерн. Вот это то, то, что я рекомендую, потому что там, кстати, говорится и о дизайн-паттернах таких как пул-объектов. Это, в общем-то, дизайн-паттерн, который существовал уже давно, который, по-моему, даже особо не входит в классические 23-паттерна, он где-то там в расширенных паттернах. И, как я обещал, я скажу, что на самом деле паттерн — это некая такая вот вещь, которая часто повторяется. Поэтому, когда вы смотрите на… когда вы пытаетесь создать UI-приложение, вы можете не заморачиваться особо над изобретательством каких-то уникальных вещей велосипедов, потому что, по факту, есть паттерны для дизайнеров. И даже если вы как разработчик хотите себе… ну, скажем так, если у вас нет дизайнера профессионального, но вам надо что-то заимплементить, вы можете поискать. Есть паттерны, и вот эти вот вещи, там всякие тайлы и так далее. Я вот знаю, ребята из компании Eilantis публиковали библиотечку, вот, связанную с тайлами, кажется, да. То есть, как бы, вот эти вот штуки, они разные реализации UI, они, как бы, по факту, все реализуют какой-то определенный паттерн. Очень хорошо паттерны описаны на Material Design Guidelines, где именно для дизайна описаны, четко расписаны паттерны, именно андроидные. И, наконец, что читать? Читать много. Это первая страница, еще там две. Это чисто по Gov. Как я уже говорил, Source Making прекрасен картинками. Есть даже пример, по-моему, это товарищи с Индии, поэтому я их не могу просто рекомендовать, потому что я знаю, как мы не любим индусов, но тем не менее. Они не поленились, они написали там примеры практически всех этих 23 паттернов в коде. Почему я не стал вам приводить куски кода, потому что вы зайдете на GitHub, просто посмотрите, там, может быть, не совсем правильно, но близко к тексту, в общем, что-то можно вытянуть. И, конечно же, классические книжки, которые, в общем-то, мы уже озвучивали сегодня. По Android паттернам очень, в общем-то, хороший сайт, блок Алекса Локвуда, Android Design Patterns, я не могу сказать вам, что там вот прям-таки расписано по паттернам, там расписано по конкретным случаям, конкретным задачам, которые надо решать, там, например, для чего использовать invisible фрагменты, да, или как бороться с проблемами с сингтасками, но у него это хорошо расписано и как бы с вариантами вот практически очень близко к правильному описанию дизайн-паттерна. Есть такой сайт, даже который называется Android Design Patterns, который не локвуда, а еще, и там именно применение паттернов, вот как я показывал с кусочками кода там, где и венбас, но только конкретно вот паттерн в фекторе, и вот смотрите, вот здесь в Android вы это можете найти, то есть при желании можно почитать. Очень рекомендую Performance Patterns, это очень помогает кодить и вообще жить легче, не страдать по поводу качества кода. Да, и конечно же такие ребята, как Raven Derlich, у которых может все и не так правильно, но при этом некоторые иллюстрации там тоже такие краткие и сжатые. В отношении дизайна. Я не дизайнер, с дизайнерами всегда говорить сложно разработчику, мы все это знаем, наверное, вот, но по самому опыту скажу, что как бы вот много очень проектов в реальной жизни было, когда дизайнеру объясняешь, что сделать, и понимаешь, что ты просто объясняешь не тем языком, то есть он на тебя смотрит, классно, вот тебе, так что, анимация ж. А то, что эта анимация, она как бы по-дизайнерски там вообще по-другому называется, мы как разработчики не задумываемся, но при этом есть паттерны, причем эти паттерны, ну обычно мы как, вот, андроид-разработчики, мы отсылаем к Material Design, Guidelines, находим там конкретную страницу и говорим, читайте. И потом с нами дизайнер говорит на таком же языке. А по факту, когда кросс-платформенный проект, например, на котором и iOS, и Android, и причем и там, и там, например, Navigation Bar используется, то отправлять как бы на Android это хорошо, но потом эти же ребята придут с андроидной терминологией на iOS, и там их по-хорошему пошлют. Вот, поэтому смотрите, для того, чтобы нормально общаться с дизайнерами, понимать паттерны UI, кроме Material Design, Guidelines, есть специальные сайты, посвященные паттернам в UI. И их вообще рекомендую тоже изучать, потому что мы строим приложения с виджетами, а у этих виджетов на разных платформах чуть-чуть разные названия, но при этом есть общий паттерн. Поэтому welcome. Да, не могу не упомянуть Алексея, как-то на TheFest что-то мы договорили тоже о паттернах, и я тогда просто этой темой очень горел, и мне как бы было интересно, я вот искал, вот кто мне расскажет. Алексей говорит, да чего вы, говорит, с этим паритесь вообще? Ну, как бы паттерны, вот ты посмотри, в играх те же самые паттерны, там в девайсах те же самые паттерны, приложения, как бы они копируют многое с девайсов, то есть надо просто видеть, да, вот просто надо расширять свое видение, и не надо, то есть как бы нет такой магии паттернов, есть опыт, да, и есть умение увидеть и этот опыт заработать, поэтому, да, это просто правда. Вот, всем спасибо, это уже конец. Прошу задавать вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, я не могу так, я не умею перед зеркалом. Вроде композиция и агрегация, и то содержит в себе, и то содержит в себе, а в чем грани? Там у вас вверху в уголочке была маленькая картиночка. Давайте. В машине есть двигатель, и в машине есть пассажир. Я понимаю, что пассажир может входить, выходить, а двигатель, он как бы сидит на месте, и как бы машина содержит двигатель, а пассажира как бы не содержит, но все равно как бы, он все равно тоже пассажир в машине, как и двигатель. Давайте вы мне сейчас подскажете, о каком слайде. Вот это, да. Вот это, да? Да, очень хороший момент. Смотрите. Да, спасибо огромное, очень хороший вопрос. Значит, в чем разница? Композиция. Это говорит о том, что ваш объект состоит из других объектов. Например, ваше приложение, ваше окно какое-то, да? Вот у вас экран, оно содержит в себе там navigation bar, контент какой-нибудь, scroll. То есть окно состоит из, то есть оно скомпозировано, да, из компонентов. Агрегация — это временное явление. То есть если композиция — это вот navigation bar из вашего приложения, он, скорее всего, никуда не уходит. Вы, может быть, скрываете, в принципе, но как бы оно, в принципе, есть. Это как бы вот остов, такой скелет. Агрегация — это в ваше приложение может прийти какой-то контент. Контент может больше, меньше, да, там. Может быть в вашем приложении, например, WebView и какой-нибудь там OpenGL View. То есть вы его отобразили, вот оно пришло к вам. Я вам, может быть, не совсем сейчас правильно объясню, но как бы вот суть хочется передать, что композиция — это как бы такое статическое с момента проектирования, а агрегация, она тоже включается в такие же объекты, да, то есть этот объект, он как бы у вас потом находится, и он влияет на поведение вашего приложения, но при этом этот объект, он приходящий. То есть вы по-хорошему, вы им даже, наверное, не будете владеть как таковым. Тут просто, да, возникнет… Ну вот очень близко, да, очень близко. В принципе, да. Стоит только, ну как бы с той разницей, что если как бы у вас… Ну да, если вы имели вот композиции в лейауте непосредственно, да, то это у вас композиция. Если вы добавили динамические, то это уже скорее всего агрегация. Ну, просто честно, я… Вот смотрите, у них есть общее название, насколько я понимаю, агрегация и композиция — это включение. Я у себя в слайдах его не вижу. И я вам не хочу соврать, потому что лучше просто открыть одну… Там, Экеля, например, да, в самом начале. У него там есть как бы вот это вот все расписано, и там есть как бы вот какой из этих слов… По-любому, вот вы сказали композиция, вот оно будет композиция. Но я вам сейчас не буду врать. Там разница во владении объектом. То есть, ну как бы если по-хорошему, вот если вы будете использовать там dependency injection, например, да, или вот какие-то инструменты, которые как бы управляют, да, то у вас динамически скомпозированные объекты — это все, что у вас относится к модулю application, ну, то есть приложение есть, да, все, что у вас живет с самого начала приложения, с самого старта, это уже точно композиция. Все, что у вас динамически приходит, например, там с сети вы выкачали контент, да, вот с сети вам что-то пришло, вот оно уже агрегировалось. То есть вы его добавили, но по-хорошему там мог быть null. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Там вот был пример про библиотечку, которая делает фасад для REST-ового сервиса. А что это за библиотека, где можно почитать? Это Retrofit. Сейчас есть вторая версия. Это, наверное, одна из самых популярных библиотек по работе с сетью. Вот, и… Да, Рекс, конечно, не относится. Ну, как бы можете почитать, можете просто забить в угол Retrofit, оно вам сразу, я думаю, выдаст. Спасибо. Пожалуйста. Можно еще раз про разницу между Factory и Abstract Factory, потому что я не понял, в чем преимущество Factory, например, над обычным Abstract, потому что, по-моему, проще всегда использовать Abstract и все. Спасибо. Очень хороший вопрос. На самом деле, да, Abstract лучше сразу использовать, но… Сейчас давайте найдем. Где у нас… Смотрите. Как таковой в Factory нет. Есть Factory метод, да? То есть… Да. Это первое отличие. Второе. То, что, как бы, Abstract Factory, оно у вас… Ну, да, тут просто плохой слайд, sorry. По-хорошему у вас Abstract Factory, она является, как бы, таким предком для всех Factory конкретных. То есть, например… Сейчас посмотрю, как… Да, прочитываю. Смотрите. То есть, если у нас машинка определенной марки, фольксваген, да, фольксваген состоит из колес фольксваген, дверей фольксваген, да, то есть, как бы, это… Это, как бы, набор сущностей, относящихся к одному, ну, скажем, бренду. При этом для марки Toyota это будут точно такие же сущности, точно такие же колеса, двери. Ну, они не один в один, но, в принципе, как бы, функционально то же самое. При этом другого бренда. И вот Abstract Factory — это класс или интерфейс предок для брендованных реализаций, да. А вот то, что, как бы, реализуется конкретно, да, то есть это Factory, которая собирается в фабричные методы. Фабричный метод, кстати, по-хорошему, у фрагмента new instance — это вот фабричный метод. Спасибо за вопрос. Всё? Молодец. То есть, ну, спасибо. Спасибо всем. Я думаю, что люди хотят получить подарок, да? Однозначно, да, однозначно. Я вот только не знаю, у нас… У нас есть. Можно два подарка? Можно. Можно и три даже. Можно три подарка? Можно. Ну, мы прям разбалуем. Тогда, если можно, первый подарок молодой человек. Не зря задали вопрос. Вам нужен подарок? Нет? Ну, всем, кто задал вопросы, да мне не жалко. Я просто молодому человеку вот здесь в красном, я ему красную чашечку подарю, если можно. А нету красную. Она немножко нестандартная. А, красная чашка. Всё, да. Всё, поняла. Можно, да? Поняла, можно. Ну, такая с чувством юмора, потому что вопрос был с чувством юмора. Вообще, да, да. Можно никому не показывать. Это дизайн их кости называется. Вот, спасибо, просто, да, очень такой хороший вопрос. Да, я ещё подумаю о том, как переделать слайды на следующий раз после такого вопроса. Поставили тебе в ступор, да? И, пожалуйста, молодому человеку, который вот задавал ещё один вопрос тоже. Это вам. Да. Всё, всем спасибо огромное. Да, у меня ещё не всё. Я ещё буду говорить. Давай. Саша, Костя, вы молодцы. Спасибо огромное вам, что сегодня подготовились и поделились своим опытом. В общем-то, вопросов было достаточно. Я думаю, что ещё будут вопросы обязательно. Делайте ещё такие мероприятия, мы будем рады. Люди приходят, иначе интересно. Это уже большой показатель. Я хочу подарить… Вы сегодня раздавали подарки, я помогала в этом. Теперь я хочу вам подарить подарки. Куда же без подарков? В общем-то, Костя, тебе в очередную твою n-количество этих штук. В общем-то, сегодняшняя первая встреча — это тебе. Спасибо. Да, у Кости, в общем-то, на рабочем месте. Оно так всё заполнено уже. С разных мероприятий. Её, наверное, придётся соседа стенку забирать скоро. Нет, мы скооперируемся. Скооперируемся. Саша, а тебе в твою начинающую коллекцию, в общем-то, надеемся, что она будет пополняться всё больше и больше, потому что ты больше молодец. Спасибо огромное, ребята. Это действительно классно. Спасибо. А да, и меня, в общем-то, я вам подарю тоже чашечки, но это потом. Наверное, всё на сегодня. Если у вас возникли ещё какие-то вопросы, и вы постеснялись задать, то задавайте. Также, я думаю, что в понедельник наверняка мы отправим материалы, презентацию и видео сегодняшнее, потому что завтра, наверное, не домонтируют ещё. Вот. Спасибо большое, что пришли. До новых встреч. Я сделаю маленький спойлер. В конце месяца у нас ещё ожидается встреча подобная. Саша, о чём будешь говорить? Смотрите, у нас будет очень шикарная общая встреча про Angular. Если кто-то интересуется веб-разработкой, или у вас есть друзья, которые интересуются веб-разработкой, очень рекомендую. Я, честно говоря, слушал с огромным удовольствием Сашу в тот раз, поэтому мы его пригласили к нам в комьюнити тоже выступить. Так он же уже устарел. Все модные пацаны пишут на NativeScript. По нему может быть. Ну да, да, да. У нас же хипстерская такая экосистема. То есть если технология вот, она уже устарела. Я его не буду включать. Спасибо за замечание. Смотрите, вам придёт форма фидбэка. Вы обязательно там укажите тему, которую вам хотелось бы услышать. Это очень для нас важно. На самом деле, ну, какой-то план ивентов, который у нас есть, мы его будем придерживаться, но ваши темы обязательно прозвучат в дальнейшем. Поэтому оставляйте фидбэк. Спасибо. Это всё. До новых встреч. Следите за анонсами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok